22 глава царств мы будем читать 2 царств 22 глава мы несколько стихов прочтем смотрите что говорит давид и это было так и это было по-настоящему это хвалебная песть давида ибо я хранил пути господа и не был нечестивым пред богом моим ибо все заповеди его предо мною и от уставов его я не отступал вы знаете когда давид знал уставы он не отступал от них есть определенное правило в нашей жизни которым мы должны придерживаться скажи правило это неплохо это благословение мы армия иисуса христа если армия без правил она обречена на поражение любая армия без правил она обречена на поражение мы не способны выиграть войну с кем же мы боремся библия говорит и слово божие говорит и павел пишет что наша брань не против крови и плоти но против духов злобы под небесной и знаете между небом и землей находится наше сознание наш разум ближе всего и это война происходит на уровне наших мыслей мы должны сражаться сражаться с нашими похотями желаниями если человек не борется со своей похотью и он предался ей он поражен когда мы не знаем как поступать перед богом у нас должно правильное быть желание похоть она неправильное желание перед богом это неправильное желание я хочу прочитать некоторые места и вывел меня на пространное место он смотрите избавил меня от врага моего он говорит я хранил пути его господа да и не был нечестивы пред богом и 18 стих избавил меня от врага моего и сильно от ненавидящих меня которые были сильнее меня они восстали на меня в день бедствия моего но господь был опорою для меня и вывел меня на пространное место избавил меня и он благоволит ко мне воздал мне господь по правде моей по чистоте рук моих вознаградил меня ибо все 23 стих заповеди предо мною и от уставов его я не отступал ибо все заповеди я хранил эти пути потому что все заповеди поэтому надо читать библию если ты хочешь быть сильным и крепким и благословенным поэтому надо находиться в слове божьем я не отступал от уставов его где мы подчерпываем уставы божьи правила в слове божьем где наша брань наху происходит вы знаете если ты с утра встаешь и тебе не хочется ничего делать и уже поражен ты побежден слова депрессия зародилась последнее время среди христиан его вообще не было депрессия в которой находятся христиане это не депрессия когда я говорил бабушке о депрессии она говорит какая депрессия иди молиться все нормально все хорошо там погода нормальная там не меняется погода на нас давит погода плохое настроение обстановка на работе в семье еще где-то вы знаете но есть еще нечто чем мы боремся всю свою жизнь это с нашими желаниями у кого из вас нету желания вообще поднимите руку молодец ты правильно решила значит вы все живы еще и надо умерщвлять земные члены ваши а как мы умерщвляем их послушанием слову через послушание послушай никак не я не умерщвлю свое желание через послушание не хочу но я послушен и таким образом я умерщвляю себя убиваю себя и слово божье говорит он благоволит ко мне он благословит меня на всех путях даже если я сейчас не ощущаю это но я должен бороться со своими желаниями если желание твое говорит тебе слушай иди делай грех это нормально давид тоже согрешил ну он же тоже грешник был знаешь кто это говорит дьявол потому что дьявол находит соринку и он раздувает из этой соринки громадную 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 трещину в которой ведет в ад и ты попадаешь в нее и знаешь почему потому что он желает чтобы ты находился в том же состоянии некоторые смотрят на служителей на пастырей на на кого-то и говорят я тоже таким буду бог не предназначил тебе это ты не должен грешить ты победитель послушай внимательно если я смотрю на на друг на служение от других людей и говорю да все такие плохие слушай внимательно я не такой я буду смотреть на людей с верой что они изменятся давид он согрешил он был наказан и он потерял все вы знаете что он потерял все во втором поколении хотя царство его должно утвердиться навеки в иисусе христе через веру которую он получил от него он угодил ему вы знаете как сложно и как тяжело бывает идти за откровением божьим когда ты борешься сам собой библия говорит отреться надо от самих себя первое что надо отреться от своих родных о слушайте родные всегда нас подводят знаете почему если вы думаете что вы своим благочестием своей силой спасете своих близких людей нет родные нас подводят знаете что нас не подведет откровение иисуса христа которое вы приняли если ты держишься крепко за него идешь за ним ты получишь вознаграждение спасенными своих родных это награда вы знаете давид получил награду что царство его будет во веки смотрите я хочу чтобы вы поняли если ты борешься сегодня со грехом ты должен его победить в корне в своем сознании в своей в своем желании в похоти потому что у нас рождается похоть в плоти в моем сознании знаете у кого нет похоти еще кому сделали лоботомию лоботомия это когда убирают все что отвечает за твою сознательную жизнь его кормят из трубочки может из ложечки и то когда есть функции писать как эти все больше никаких функций нет потому что за все отвечает не наша плоть не наши плотские желания а голова я вам хочу сказать вы сильные должны быть в разуме чтобы побеждать те вещи которые восстают на вас как же мы тренируем разум чтением слова божьего молитвой если ты не идешь на молитву если ты не участвуешь в молитве каждый день не находишься в молитве каждый день если ты не пребываешь в этом ты поражен дьявол ходит как рыкающий лев еще кого поглотить вы знаете рыкающий лев это состояние когда ты чувствуешь на себе эту вибрацию страшного голоса и ты в трепете в ужасе от того что это давит на тебя когда бог говорит он говорит не бойся я с тобой но если ты с богом ты ничего не боишься библия говорит о том что бог крепкая башня имя господа смотрите я дочитаю это место потому что у меня следующая глава впереди потому что я хочу говорить о некоторых людях ибо все заповеди его предо мной от усталов его я не отступал и был не порочен перед ним и остерегался чтобы не согрешить мне смотрите как он поступал я не верю ни единому слову когда люди говорят что о ничего страшного он остерегался он боялся чтобы согрешить другими словами он боялся бога чем кого-либо и воздал мне господь по правде моей по чистоте моей предачами его с милостивым ты поступаешь милостиво с мужем искренним искренне с чистым чисто а с лукавым по лукавству его людей угнетенных ты спасаешь и взором своим унижаешь надменных ты господи светильник мой господь нарушает меня научает руки мои брани и мышцы мои напрягают как медный лук ты даешь мне щит спасения твоего и милость твоя возвеличивает меня ты расширяешь шаг мой предо мною не колеблются ноги мои я гонюсь за врагами моими и истребляю их не возвращусь доколе не уничтожу их не истреблю их не поражу их и не встают предо мною и падают под под ноги мои ты припая ты припоясаешь меня силу для войны он много-много раз здесь провозглашает что он имеет силу он дает силу кто дает тебе сегодня силу смотрите я я хочу чтобы ты услышал меня ты не найдешь силу пастыря ты не найдешь прославление силу ты не найдешь в церкви силу ты должен найти его в своем боге и в исполнении его когда ты будешь пребывать в его воле когда ты будешь бегать от греха к тебе вернется сила но я тебе скажу если ты поддался греху и находишься во грехе силы нет сила приходит к тем которые бегают его избегают его он припоясывает тебя силы как только у тебя появляется что-то что начинает сводить тебя с этого пути сила уходит давид это знал давайте прочтем еще одно местописание и все я заканчиваю 51 стих величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему давиду потому его потомство его вовеки потомство его вовеки все я закончил теперь я перехожу к проповеди я вас ободрил чуть-чуть а теперь я перехожу к проповеди первое то что нужно перестать перестань делать грех для этого нужно покаяние и бог даст тебе силу что такое сила сила стоят возле тех которые могут сражаться и сражаются мы воины иисуса христа и читаем двадцать третью главу о храбрости и о сильных я хочу чтобы наша церковь стала храброй что такое храбрость кто из вас знает оно сродни безумия знаете храбрые люди они чуть-чуть даже и безумны чтобы захватить и сделать вера она делает человека храбрым вера не опирается на понимание правильное вера опирается на чувство ощущение чего-то но она опирается на слово божье ты уверен в том что ты уверен вера не всегда объяснима и ты не можешь ее объяснить был случай интересный случай если вы помните этот случай когда павел шел во время молитвы он взглянул человека и увидел в нем что нет это павел шел там второй случай он увидел в нем веру для получения исцеления Петр и Иоанн тоже шли в молитву во время молитвы на служение они ходили на молитвенное служение Иисус тоже проходил той дорогу я просто удивляюсь как часто люди при храме находятся и хромые слабые обессиленные обездоленные знаете почему по какой причине что у них нету веры или нету сильных которые могли бы дать надо быть среди таких вы знаете слабый не может водить слабого только сильный может водить сильного мы должны находиться все в силе знаете слабый пастырь тянет всю церковь слабый служитель ведет все церковь в другое место а в чем наши слабости смотрите этот хромой он сидел от чрева матери он был слаб потому что он врожденно был слаб подходит Петр и он говорит ему серебра и золота нет у меня но что имею то даю правда но он сказал интересное слово взгляни на нас другими словами ты должен смотреть и видеть что есть в нас мы приходим в церковь и мы приходим смотрим на служителей или на кого-то знаете что за вами наблюдают за вами наблюдают ваши родные близкие или еще кто-то за вами наблюдаю я а вы наблюдаете за мной и некоторые пытаются воспользоваться нашими слабостями и если вы слабы вами пользуются дьявол так действует в нашей жизни действует так дьявол нашими слабостями могут пользоваться смотри он взглянул на него и он смотрел надеясь что-то получить я вообще удивляюсь как у него была надежда на то что получить он по привычке туда приходит он всю жизнь туда приходит и он уже привык там сидеть но никогда он не получал того что он получил в этот раз он поднял его за руки он дал ему то что он хотел всю свою жизнь укрепились ноги его сила пришла в его жизнь ты знаешь что и что такое сила в твоей жизни это когда кто-то тебя поднимает а поднять тебя может тот кто имеет эту же силу еще раз скажу вы имеете общение с теми людьми которые находятся во грехе или в блуде или еще в чем-то я вам хочу сказать слушай внимательно даже их философия и знания и мудрость не поднимут вас знаешь почему они могут сидеть при дворе храма и ты можешь находиться возле церкви и никогда не получишь потому что твое общение не с тем кем нужно тебе надо окружить себя с теми людьми которые имеют силу тогда ты будешь победителем о те которые победили грех не те которые срываются каждые пять минут неделю назад сорвался все друг мой пошли вместе мы тебя любим пока не покаешься как это так кто-то идет неправильным путем он видит неправильные вещи слушай внимательно ты должен укрепиться ты должен взять эту силу и вы знаете за тобой наблюдают в первую очередь бог я хочу чтобы ты услышал меня в первую очередь наблюдают бог во вторую все остальные и они смотрят за тобой откуда у него сила вы знаете мы ездили на эту конференцию мы были на конференции можно сказать ну мы там отдыхали и за нами наблюдали знаете кто наблюдал те служителя те пастыря они переписываются привет нам передают мы тронули их сердце ну не знаю чем силой наверное которую мы имеем верой которую мы имеем и они тронули наше сердце послушайте но за нами наблюдали еще люди другие люди вокруг нас мы служили и другим пастырям и служили другим служителям и когда они увидели нас то одна женщина говорит я хочу чтобы вы поехали вместе со мной я служу на репцентре но нас не удалось в этот раз ну придется поехать и что я говорил когда мы за нами наблюдали имеем ли мы ту силу которая есть сможем ли мы сражаться воюем ли мы так же есть та храбрость которая сродни безумия которая возводит нас на стену берет иерихонскую стену разрушает созидает благословляет я хочу чтобы вы стали такими и мы стали такими но если мы не отрешемся от греха если мы еще до сих пор боремся со грехом то мы никогда не достигнем обетованной земли знаете почему потому что со грехом боролись потому что ропот это грех если в твоем ты до сих пор борешься с ропотом чтобы на кого-то не сказать плохого или еще что-то быть довольным вы знаете я понимаю что мои проповеди некоторые надо уже оставить потому что я проповедовал чтобы решить ваши проблемы личного характера а нам надо уже решать проблемы более глобальные более великие но грех который не дает вам вы знаете он может оставить вас неудел что такое грех послушайте внимательно Библия говорит о грехе что не о всех их благоволил Господь иисус Навин халев вошли в землю обетованную они были безумны они были верны Моисею они были как тут написано храбрые а все остальные трусливые вы знаете грех это трусость вы видели трусливых людей сами такие когда мы грешим мы такие знаете храбрые люди не как говорят трус не играет в хоккей правда мы готовы на всякое доброе начинаем на всякое дело правда давайте восьмой стих вот имена храбрых Давида извините за то что я скажу эти имена неправильно избосев ахаминитянин главный из трех он поднял копье свое на восемьсот человек и поразил их в один раз на восемьсот человек и поразил их в один раз еще раз дочитаем давайте дальше по нем после него то есть Елизар сын Дода сына Хохи из трех храбрых бывших с Давидом все имена говорят о том что они ну не храбрые над ними можно посмеяться даже как и над нами но храбрость не заключалась в том какое он носит имя а в том какое он на поле сражения а его безумие глупости может быть сродни глупости некоторым вещам и смотрите когда они порицанием вызывали филистимлян собравшихся на войну израильтяне вышли против них и он стал и поражал филистимлян до того что его рука не утомилась и прилипла к мечу утомилась и прилипла к мечу как надо было драться вдуматься что его рука прилипла к мечу ее отлепить было тяжело это надо просто представить себе насколько он сросся с ним он стал одним он не думал о себе он не думал о усталости вы подержите меч хотя бы пять минут десять у вас рука отпустит а у него нет он думал совсем о других вещах я хочу чтобы вы поняли что наши мысли они нас подводят они были храбры потому что они думали о других вещах они думали о победе они думали как выжить я хочу чтобы мы думали как победители в своей жизни потому что если ты уже поражен ой мне плохо из-за этого я алкоголик ой мне плохо из-за этого я наркоман слушай ты поражен тебе надо сражаться смотрите за ним после него шама сын аге гараритянин да когда филистимляне собрались фирию где было поле засеяно чечевицу и народ побежал от филистимлян то он стал среди поля и что сделал сберег его и поразил филистимлян мне нравится это ему жалко было труда людей он был справедливым человеком он выступил как судья и когда они бежали он знаете что делал меня не интересует то что вы сейчас хотите сделать я буду драться и смотрите что происходит и он стал среди поля и сберег его поразил филистимлян и даровал тогда господь великую победу трое этих главных из тридцати вождей пошли и вошли во время жатвы к давиду в пещеру и далам когда толпы филистимлян стояли в долине рифаима давид был тогда в укрепленном месте отряд филистимлянский вифлееме и захотел давид пить и сказал кто напоит меня водой из колодеза вифлеем а что у ворот тогда трое из этих храбрых сказали мы пойдем безумцы трое против целой армии хочу сказать вера она сродни безумия это невозможное возможное становится в твоей жизни когда ты начинаешь видеть это знаешь почему потому что он поразил копьем сколько там восемьсот а у одного аж прилипла рука к мечу А третий защитил целое поле от толпы. Там даже и не посчитали их, филистимлян. И вы знаете, они были безумны в своих поступках еще раньше. Знаешь, люди размеренные и точные, это те люди, которые способны сражаться размеренно и точно, когда уже все готово. Как один служитель мне сказал, слушай, собери мне молодежь, и я буду служить молодежи у тебя в церкви. Я говорю, нет, дорогой мой. Собери домашнюю группу молодежную, делай что-то, начинай, а я тебе помогу. И знаешь, его не стало, слезало. Знаешь почему? Потому что так не поступают храбрые люди, они безумные, они делают определенные вещи. И потом, а пастырь не такой. Да нет, не пастырь не такой. Ты не храбрый. Ты не можешь отвечать тем требованиям, которые должны быть у служителей. Храбрость. Мы храбрые в том деле, которое должно происходить. И вы знаете, интересно, Давид просто захотел пить водички. А кто мне даст оттуда водички? О, его не вода интересовала. Он наблюдал. Я хочу, что в твоей жизни есть люди, которые идут на безумные поступки ради того, что есть у тебя в сердце. Он просто испытывал. Бог испытывает наши сердца и дает нам определенное повеление, которое мы не можем даже выполнить. И знаете, некоторые вызываются на это, и я думаю, Боже мой, что я сделал? Что я... Я взялся за то, что я не могу нести. По сути дела. Но уже взялся. В храбрости надо еще не отступать. Секрет храбрости – не отступай. Потому что если ты отступил, все, ты поражен. В твоей жизни, если ты начал отступать где-то, в сражении ты проиграл. Начал получать освобождение в репцентре, но не закончил. Проиграл. Ты не храбрый. Ты не можешь идти дальше. Вы знаете, с Давидом все негодные люди ходили. И Давиду пришлось их испытывать. У них фамилии такие негодные. Имена негодные. Все негодные были. Негодные для царя, негодные для всех, негодные для этого мира. Негодные люди. Но Бог благословил их, потому что они были храбрые. У Давида они стали храбрыми. При Давиде они стали храбрыми. Потому что они смотрели на безумие Давида, храбрость Давида. Ну, зачем вообще со львом сражаться, когда одна овца там? Ну, пускай она естся, больше не будет брать. Правда? Нет. А он догонял. Он с медведем сражался. Не безумец ли? Или храбрый? С Голиафом пошел сражаться. Безумец. Да храбрый. У Давида были такие же. Я хочу, чтобы мы были такими же. Почему? Потому что начинать церковь легко. Нет. Да это безумие. Сродни безумие. Еще когда все говорит против. Как-то мне сказал один пастырь. Я уже слышал это. Когда я сказал, мне Бог открыл, что весь Борисполь спасется. Знаешь, сколько приходили и говорили? Ты не первый здесь. Я говорю, нет. Но я последний. Я верю, потому что я храбрый в этом. Я буду проповедовать об этом. Знаете, что мне он сказал? Ты возгордился. Я знаю твое гордое и высокомерное сердце. Помните, кому это было? Давид. Давиду говорил брат его. Ты пришел посмотреть за сражением. Нет, мне не интересно смотреть за сражением. Я пришел сражаться. Если ты пришел сражаться, то ты со мной вместе должен сражаться. Когда Давид это сказал, я хочу водички попить. Они пошли и принесли ему воды. Но как они принесли? Они по дороге столько филистимлян убили. Тогда трое из этих храбрых пробрались сквозь стан филистимельский и почерпнули воды из колодеза Вифлеемской, что у ворот. И взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Бога. Смотрите, интересно. Он не просто ее вылил. Он прославил тем Бога и сказал, Господь, это для тебя. Я хочу, чтобы ты услышал. Он не сделал безумных поступков. Он говорит, Господь, это для тебя. Это они делали для тебя. Все, что они делали, они делали для тебя. Некоторые из вас скажут, что вы делаете это для меня. Служите в некоторых вещах, правда? Кто из вас думает? На репцентре, там еще. Вот пастор сказал, я делаю, я выполняю. А Давид говорит, они сделали это для тебя. Потому что их храбрость, это их сила, которая дана тобой, Господи. Тобой, Божи. У Бога сила в твою жизнь. Смотри. И сказал. И сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни. И не захотел пить ее. Вот что сделали это трое храбрых. Иовеса, брат Иова, сын Сурин, был главный из трех. Он убил копьем своим еще 300 человек. В тот день. Знаешь, что Он сделал? Они пришли, привели в смятение весь танц филистинлян снова. Знаешь почему? Бог испытывал их сердце. Наша задача приводить в смятение этих людей. Но если ты не храбр, если в тебе нету храбрости, ты будешь мешкать, ты будешь говорить, это Он, это не я, ты будешь сворачивать на кого-то. Но если ты храбр, ты отвечаешь за свои поступки, ты делаешь то, что ты должен делать, ты спасаешь людей. Храбр. Охраняй свое поле. Хотя бы свое. Хотя бы свое поле охраняй. Бог благословит тебя, наполнит тебя и даст тебе силу сражаться. Дальше я мог бы перечислять их, но все эти люди, они были великими. Великими в чем? В своей храбрости. Я хочу, чтобы церковь наша стала храброй церковью. В Евангелии, в Евангелизации. Знаешь, почему мы не выходим на палатку? Оно не работает. Оно не выходит. Как-то не так. Знаешь, когда есть проблемы, по-настоящему есть проблемы, Давид умел укрепляться в Боге. И когда он был в поражении, был период у него, вы помните, когда всех их захватили, жен захватили, и детей захватили, филистимляне, по-моему, да? Или, ну, кто-то, сейчас я скажу, кто. Как это? Сикелак, да? Ну, Давид, после того, как они начали рыдать, они рыдали, там, Библия говорит, пока не не было у них силы, не стало у них силы. Они плакали до того Богу и говорили, Господь, благослови, как же, что это, что это с нами случилось? И у них сил не стало, сил не стало плакать, захотели убить Давида. А знаете, что он говорит? Принесите мне ифот, урим и тумим, и пошел, пристал перед Богом. И укрепился он в Господе. Когда тебе тяжело и сложно, тебе надо укрепиться в Господе, но все равно оставаться храбрым. В любой период своей жизни тебе надо оказаться храбрым. потому что сражение, настоящее сражение в твоей жизни еще не произошло. Оно еще впереди. Потому что Павел пишет, и он говорит, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Настоящее сражение впереди. Если тебя не слушают и тебя просто хотят проклясть, Боже мой, это пустышка. Это пустышка. Знаешь почему? Потому что я храб ради исполнения Слова Божьего. Это пустышка. Знаешь, что не пустышка? Когда я поддался этому, когда я ослабел, когда я не способен ответить. Давайте прочтем из Нового Завета, и я подхожу к самому основному. это к евреям. Одиннадцатая глава. Давайте прочтем шестой стих. Без веры. Я хочу, чтобы ты априори написал вера, храбрость, равно. Вера и храбрость. Это равно. Равные вещи. Потому что Бог, Он хочет, чтобы вера, она была в тебе равна храбрости. Если ты не храбр, значит, это не вера. Если ты не храбр, это не вера. Если у тебя нету силы, значит, ты перестал верить. А без силы Богу угодить невозможно. О, верить. Это сила. Укрепись в Господе. А без храбрости Богу угодить невозможно. Кого мне послать? Вот я, пошли меня. Храбрость. Правда? Вообще, это храбрость. Или вера? Это одно и то же. А без веры Богу угодить невозможно. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. Вы очень храбрые люди. Я вам честно скажу. То, что вы уже в церкви. Потому что многие из вас уже слышали по отношению себя, что вы сектант. Что вы ненормальный. Что вы глупец. И теперь я вам хочу сказать, что укрепитесь в Боге, потому что что-то нам предстоит. Нам предстоит сражение. Сражение против того мира, который стоит против нас. Вы знаете, всегда будет этот мир воевать, и нам надо отвоевывать Его Царство. Кто в Его Царстве? Это люди. И мы должны быть храбры. Чтобы открывать домашние группы, надо храбрость и вера. Вера равно храбрость. И это сила. Чтобы открывать репцентр, надо иметь веру, храбрость и силу. Если ты слаб, значит ты не имеешь веры. Ты не храбр. Молодушествуешь. Что такое малодушествуешь? Стесняешься? Не веришь? Я вначале прочитал, овцы мои слушают голос мой. Для того, чтобы слышать голос Божий, надо иметь храбрость. Храбрость надо, чтобы ступить за лодку в море. пойти через море за Моисеем. Надо храбрость. О, вы скажете, что это страх. Да, может быть, что-то подталкивает тебя, что тебе нечего терять. Но это храбрость. Храбрость. Если в твоей жизни твоя вера становится твоей храбростью, ты можешь побеждать эти народы. Ты можешь побеждать тот грех. Тебе легко справляться с грехом, потому что грех для тебя уже не является проблемой. Что для тебя является основополагающим? Самополагающим достижение цели. Поэтому, это одиннадцатая глава. Она говорит о людях, которые были храбры. Вся одиннадцатая глава. Они получали, они получали благословение, они шли, они делали определенные вещи, которые невозможно сделать было другим. И они имели ту силу, которая от Бога. У тебя есть сила, которой ты не знаешь. Я дочитаю и закончу. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И ищущим Его, это надо храбрость иметь. Кто из вас хочет иметь эту храбрость? Начни взывать к Богу. Я хочу, чтобы, Наташа, ты вышла только. Хорошо? Начни взывать к Богу. Начни сейчас поклоняться Ему и просить Господи, дай мне силу. Дай мне эту храбрость. Свидетельствовать людям. Делать то, что тебе нравится. Перестать бороться с тем, по сути дела, что ты уже победил. Вы знаете, что Бог предназначил тебе силу. Он предназначил тебе славу. Он предназначил тебе веру. Перестань замечать те, что говорят тебе плохое. Окружи себя храбрыми людьми, сильными. Это знаешь, как кем? Братьями, сестрами, верующими людьми. Начни говорить о Слове Божьем, по Слову Божьему. Перестань убеждать друг друга. Ой, слушай, ты знаешь, примеры – это хорошо. Но вера, она лучше. Вера, она лучше. Что дает силу? Слово Божье. Что дает веру? Слово Божье. Что дает делать тебя храбрым? Слово Божье. Знаешь, почему? Потому что там написано, что мы не умрем. А что? Самые храбрые люди – это верующие. А что я заметил в последнее время, что верующие стали слабыми, малодушистыми, неспособными. Неспособными к сражению. Он не покушал, уже обижен. Не поспал, не доспал, уже расстроен. Как девочка, знаешь, как царевна на горошине. Оговорился чуть-чуть. Бог не для этого тебя избрал. Правда? Он избрал тебя для славы. Перестаньте роптать. Перестаньте быть недовольными. Ропотники. Скажи, я сильный. Давайте встанем, сейчас будем молиться. Некоторым надо покаяться здесь. Я сейчас буду молиться с теми, которые нуждаются в покаянии. Выходите сюда. Потому что без покаяния невозможно получить прощение. Один. Еще кто? Два. Три. Это покаяние вам надо? Я не знаю, в чем вам кается, конечно. Ну, некоторым я знаю, в чем. А в некоторым не знаю. Бог определил для вас силу. И Он хочет благословить вас. Вам надо бросить все, оставить все и следовать за Ним. Аминь. Вы готовы это делать? Повторяйте за мной. Господь Иисус, я верю, что ты умер за меня. За мой грех. И я прошу тебя, прости меня. Прости меня за всякий мой грех. И я прошу тебя, войди в мою жизнь, в мое сердце и измени меня. А я благодарю тебя за то, что ты воскрес третий день и даешь мне сегодня эту возможность стоять пред тобой. Господь, снова дай мне то служение, ради которого ты призвал меня. я хочу быть храбрым, сильным. Господь, я хочу верить и идти в вере. Помоги мне. Я нуждаюсь в тебе. Я благодарю тебя. Я славлю тебя. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отец, Сын и Дух Святой.